Привет! Сегодня пятница, 17 мая. Вы смотрите новости на Ост-Вест. Пожар в центре Берлина. По словам представителя берлинской пожарной охраны, загорелась крыша жилого и офисного здания на улице Торштрасса. Квартира на последнем этаже полностью уничтожена огнем, но, к счастью, люди не пострадали. В устранении пожара участвовали 92 пожарных. Тот же берлинский район МИТа – магазин Apple. В 6.30 утра на фасаде здания вандалы написали «Фри Конго», а также нарисовали перевернутый красный треугольник. Этот символ используется сторонниками террористической организации «Хамас». Предпосылкой для нападения, по всей вероятности, стало расширение горнодобывающей промышленности в Конго в интересах компании Apple. Местные активисты утверждают, что корпорация незаконно эксплуатирует природные ресурсы. Берлинская полиция уже задержала 32-летнего подозреваемого. Его пособнику удалось скрыться. Сегодня в интернете появится общенациональный атлас больниц, в котором можно сравнить и узнать полезную информацию обо всех клиниках в Германии. Например, можно вбить в поисковик операция по удалению рака толстой кишки и увидеть, как часто данная процедура проводится в конкретной клинике и есть ли у нее дополнительная сертификация. Также в атласе можно найти информацию об укомплектованности штата, сколько пациентов на одного врача, сколько медсестер следят за каким количеством больных. Также будет указано количество осложнений после операции. Споры вызывает тот факт, что все клиники в атласе разделены на определенные уровни, которые призваны дать информацию о спектре оказываемых услуг. Уровень 1 – больницы базового уровня. Они оказывают неотложную помощь, но не имеют широкого спектра услуг. Клиники 2 уровня предлагают больше, например, не менее двух хирургических отделений, а больницы 3 уровня предлагают широкий спектр услуг. Разделение на уровни ничего не говорит о качестве лечения, критикует ассоциация больниц и даже напротив вводит пациентов в заблуждение. Есть опасность того, что пациенты будут принимать решения в пользу большой университетской клиники, а не маленькой больницы с узкой специализацией на именно их болезни, только потому что у первой будет высший рейтинг. Эксперты предполагают, что данные, опубликованные на портале, всегда будут примерно двухлетней давности. То есть данные, опубликованные в 2024 году, будут отражать ситуацию на 2022 год. Это говорится в исследовании Райнхарда Бусса, профессора на факультете менеджмент в здравоохранении в Берлинском университете. Для сбора и анализа данных требуется время. Сайт будет наполняться информацией постепенно и станет полным только в 2025 году. Однако для Бусса все это не повод сомневаться в значимости опубликованных данных. Он проанализировал состояние пациентов после операции на тазобедренном суставе или после сердечного приступа и выяснил, были ли у клиник такие же хорошие или плохие результаты в лечении спустя два года. И его вывод. Те больницы, что хорошо справились с операцией однажды, впоследствии также показывают хорошие результаты. То есть старые данные по-прежнему хорошо предсказывают успех лечения. А там, где два года назад пациенты сталкивались с проблемами, они, вероятно, и сейчас. Есть ряд заболеваний, при которых залогом для успеха является специализация больницы. Например, при эндопротезировании, то есть замене тазобедренного или коленного сустава. Опытные врачи с большей вероятностью проведут операцию оптимально. По расчетам Буса, сотни последующих операций можно было бы избежать каждый год, если бы пациенты выбирали клинику, врачи которой имеют большой опыт в проведении подобных операций. Организации, представляющие интересы пациентов, настроены скептически. Они опасаются, что в будущем больницы будут чаще отказываться от пациентов, чтобы сохранить высокий рейтинг. Например, пожилым пациентам часто требуется длительное лечение, которое, тем не менее, с меньшей вероятностью заканчивается успехом, говорит Ойген Брайш, председатель фонда защиты пациентов. В результате пожилые и хронически больные люди могут подвергаться дискриминации, опасается он. 17 мая – международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Раздужные флаги подняты над зданием Рейхстага и ведомством канцлера. Здесь собрались представители ЛГБТК плюс ассоциации, уполномоченная федерального правительства по вопросам культуры и СМИ Клауди Арод и глава ведомства канцлера или, как его еще называют, министр по особым делам Вольфганг Шмидт. Это он поднимает флаг. Несмотря на поддержку и принятие со стороны правительства Германии, лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы сталкиваются с растущей враждебностью, утверждает Мара Герри из ассоциации лесбиянок и геев. За последний год социальный климат в отношении квир-персон значительно ухудшился. А количество нападений растет уже несколько лет подряд. Согласно официальной статистики, которую министр внутренних дел Нэнси Фезер представит в следующий вторник, количество зарегистрированных полицией преступлений, совершенных из-за сексуальной ориентации жертвы, значительно возросло. Насколько, узнаем во вторник, пока пресса пишет о многократном росте по сравнению с 2022 годом. Тогда статистика официально зарегистрировала 1005 преступлений, причиной которых была принадлежность жертвы к ЛГБТ. Демонизация ЛГБТК и целенаправленная дезинформация снова сделали ненависть и оскорбление социально приемлемыми. А потом слова превращаются в действия, говорит Мара Герри из Ассоциации геев и лесбиянок. Ассоциация предполагает, что существует большое количество незарегистрированных инцидентов, потому что трудно однозначно определить мотив, а пострадавшие часто не сообщают о преступлениях из чувства стыда или недоверия к полиции. То, о чем я расскажу сейчас, было запланировано как большая кампания, которая повысит видимость геев в профессиональном футболе. Коллективный каминг-аут футболистов. Сегодня в Международный день борьбы с гомофобией на платформе SportsFree. Эту акцию еще в ноябре прошлого года анонсировал бывший игрок молодежной сборной Маркус Урбан, открытый гей. По его идее, футболисты ведущих клубов должны были открыто заявить о своей гомосексуальности и таким образом положить конец гомофобии в немецком футболе. Но до сих пор ни один высококлассный футболист первого эшелона так и не отметился на платформе. Правительство Германии приговорили к усилению защиты климата. Высший административный суд Берлина Бранденбурга постановил, что принятых правительством мер недостаточно для того, чтобы достичь климатических целей. Которые, кстати, это правительство само на себя и возложило. Таким образом, суд удовлетворил два иска, поданных Deutsche Umwaldhilfe. Основанием для исков является закон о защите климата. В нем прописано, насколько различные секторы экономики должны сократить выбросы парниковых газов в период с 2024 по 2030 год. В законе также прописана общая цель сокращения выбросов не менее чем на 65% к 2030 году по сравнению с годом 1990. Суд постановил, что в своем нынешнем виде программа, принятая в октябре прошлого года, недостаточно для достижения этой цели. Уже сейчас можно предвидеть, что многие отрасли, за исключением сельского хозяйства, превысят допустимые объемы выбросов парниковых газов, заявила председатель коллегии судей Ариана Холля. Федеральное правительство пока не прокомментировало решение суда, оно еще может подать апелляцию в Федеральный административный суд и тем самым отсрочить вступление решения в силу. В Грюнхайде, недалеко от Берлина, депутаты района проголосовали за расширение завода Тесла. Ранее планы по расширению привели к массовым протестам и даже попытке штурма завода. Как сообщает Рундфунк Берлин-Брандбург, 11 членов Совета района проголосовали за расширение территории завода, 6 против, двое воздержались. И теперь производитель электромобилей сможет построить не только дополнительные производственные цеха, но и товарную станцию. Пресс-секретарь компании Тесла заявил, что развитие завода позволит продолжить расширение устойчивости и экологичной общественной инфраструктуры в регионе и, помимо прочего, поможет уменьшить давление движения грузовиков по дорогам района. Между тем, протесты против американского производителя электромобилей и его планов по расширению завода продолжаются уже несколько месяцев. С конца февраля экоактивисты проводят демонстрации против вырубки соседнего леса. Теслу обвиняют в том, что она ставит под угрозу окружающую среду и водоснабжение региона. В Тесле же говорят, что очищают до 100% воды, которую используют для производства. И используют, между прочим, на производство одного автомобиля модели Y всего лишь 1,8 кубометров воды, в то время как другие производители в среднем используют на производство одного автомобиля 3,7 кубометров. Большинство жителей Грюнхайда также высказывались против расширения завода, но их согласие не обязательно для властей района. Тем не менее, план расширения завода был изменен, и вместо запланированных первоначально 100 гектаров леса, теперь будет вырублено только 50. ЕС ввел запрет на вещание четырех прокремлевских СМИ. Одно из них связано с депутатом из АДГ, Петром Бастроном, которого вчера лишили депутатской неприкосновенности. На территории Евросоюза будет заблокировано вещание интернет-платформы «Голос Европа», Voice of Europe, российского информагентства РИА Новости и российских газет «Известия» и «Российская газета». Эти средства массовой информации находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и сыграли важную роль в продвижении поддержки войны против Украины, а еще для дестабилизации соседних стран, говорится в официальном заявлении на сайте Совета Европы. Однако этим СМИ и их сотрудникам по-прежнему разрешено работать в Европе, например, брать интервью. Пророссийская интернет-платформа «Голос Европы» базируется в Праге и подозревают не только в распространении путинской пропаганды в ЕС, но и в том, что она платила деньги европейским политикам, чтобы те, в свою очередь, влияли на политическую повестку в пользу России. Речь идет в том числе и о депутате Бундестага АТДГ Петре Бастроне. В начале апреля чешская газета «Денник Н» сообщила, что Бастрон, предположительно, получил десятки тысяч евро через «Голос Европы». Депутат АТДГ все обвинения отрицает. Однако в четверг, 16 мая, Бундестаг лишил Бастрона депутатской неприкосновенности, а следователи проявили обыски в офисе «Политика», а также в нескольких местах в Баварии и даже на Майорке. Интервью «Голосу Европы» давал и другой депутат от АТДГ Максимилиан Кра. Он в данный момент находится под подозрением в возможном получении денег из Китая. Об этом пишет Зюдой Чицайдунг. В НАТО не верят, что Россия может совершить стратегический прорыв на Харьковщине. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина-НАТО говорил командующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе Кристофер Каволи. Нет, у русских нет необходимой численности для стратегического прорыва. Более того, у них нет навыков и возможностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва в стратегических целях. Они могут добиваться локальных успехов, и они это делают. Они также понесли некоторые локальные потери. Я в очень тесном контакте с нашими украинскими коллегами, и я уверен, что они удержат оборону. Тем временем российские войска расширили зону активных боевых действий в Харьковской области почти на 70 километров. Таким образом пытаясь заставить Украину задействовать дополнительные бригады и резервы, считает главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский. Основные усилия российская армия сосредоточила на направлении Стрелечье, Липце и на захвате Волчанска, чтобы потом выйти к Белому колодезю и вступить в тыл ВСУ. Сырский прогнозирует тяжелые бои и говорит, что обе стороны к этому готовятся. Владимир Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных. Этот закон предусматривает возможность для осужденных выйти на свободу по условно-досрочному освобождению для военной службы по контракту. По расчетам Минюста Украины потенциал призыва из зон 120 тысяч человек. При этом освобождению не подлежат люди, осужденные за особо тяжкие статьи. Берлин. Инсталляция из стульев с фотографиями израильских заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Инсталляцию развернули рядом с туннелем, который символизирует туннель, в котором террористы предположительно удерживают заложников. Я думаю, важно продолжать напоминать людям о ситуации с заложниками, о том, что проблема все еще не решена. В настоящее время средства массовой информации уделяют большое внимание ситуации в секторе Газа и страданиям там, которые, конечно, нельзя замалчивать. Но широкая общественность, к сожалению, очень часто путает причину и следствие. Прежде всего, как демократы, мы все обязаны занять позицию здесь, в Германии. И, конечно, особенно еврейский спортивный клуб Маккаби не должен стоять в стороне. Сегодняшний день – это четкий знак для нас всех, для всех немцев, для всех демократов, что мы должны подняться и стать громче. Это наша общая обязанность. Голливудскую звезду Анжелина Джоли на днях видели в Берлине, пишет таблоид Бильд и прилагает фотографию. По сообщениям газеты, она обедала в индийском ресторане «Чайуала» на Каннштрассе на западе Берлина. И не одна, а с немецким актером Августом Дилем. Джоли и Диль познакомились в 2008 году в Берлине на съемках фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. Диль играл там офицера СС, а Джоли находилась на площадке со своим тогдашним мужем Брэдом Питтом. Джоли и Диль вместе снимались в фильме «Солт», где у них была сцена с поцелуем. Журнал «Гала» пишет, что Джоли и Диль объединяет любовь к творчеству австрийского поэта Райнера Марией Рильке. Диль записывал его стихи для аудиокниги, а Джоли любит его роман записки Мальты Лаудри Сабрига. А еще Август Диль знаком российской публике. В этом году в российский прокат вышел фильм «Мастер и Маргарита», в котором он играет Воланда, дьявола, оказавшегося в Москве в раннее современное время. Фильм был снят еще до начала вторжения в Украину и быстро стал лидером проката в России. Что вызвало возмущение у российских пропагандистов. Лента заканчивается кадрами сожженной Москвы, а режиссер ленты выступал против войны. На этом я прощаюсь с вами. Оствес снова выйдет в эфир во вторник, 21 мая. А до этого мы будем держать вас в курсе событий в социальных сетях. У нас есть Телеграм, Фейсбук, Ютуб и даже ТикТок. Хорошего вам вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok